Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 августа. Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 году. От богатых родителей, державшихся православное исповедание веры, и был воспитан ими в благочестии. Лишившись родителей с 17 лет, он принялся за изучение писания отцов на греческом языке. Затем он раздал часть наследства нищим, а другую уложил в деревянную бочку и пустил ее в море. Сам же принял пострижение в одном из пустынных скитов, где прожил 20 лет. Гонение со стороны латинянно-православных принудило братью разойтись. Преподобный Антоний скитался, переходя с места на место. Пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве. Страшная буря, разыгравшаяся 5 сентября 1105 года, сорвала камень, на котором находился преподобный Антоний, и понесла его в море. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился в трех верстах от Новгорода, на берегу реки Волхова, при селе Волховском. Событие это засвидетельствовано в новгородских летописях. На этом месте преподобный с благословения святителя Никиты Затворника, память 1109 года, основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. На другой год рыболову выловили бочку с наследством преподобного Антония, пущенную в море много лет назад. Указав, что находилось в бочке, преподобный забрал бочку и купил для обители земли. Духовное подвижничество сочеталось в обители с напряженной трудовой деятельностью. Преподобный Антоний заботился, чтобы из монастырских доходов оказывалась помощь нищим, сиротам и вдовам. В 1117 году преподобный начал каменное строительство в монастыре. До наших дней сохранился собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный при жизни преподобного в 1117-19 годах, известным новгородским зодчим Петром с вредскими росписями 1125 года. В 1131 году святитель Нифонт Новгородский поставил преподобного Антония игуменом монастыря. Скончался он 3 августа 1147 года и был погребен святителем Нифонтом. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok